В салоне там в ногах ужасно все щелкает Все происходит, если и происходит, то происходит очень медленно То есть может переключиться, может не переключиться Так вот, причиной является вот такой Добрый вечер Может быть, у кого есть такое авто, уже узнали, что это? Легендарное авто Вот у нас, допустим, каждый механик, каждый мастер Если сказать, что приехала легендарная Соренто То каждый знает, что это за Соренто То есть какого года и с каким двигателем Так вот, на киеве Соренто у нас 2.5 турбодизель Д4ЦБ, 175 лошадиных сил Машина 2008 года Одна из болезней, которую сейчас мы покажем По замене актуатора топителя Вот, сейчас смотрите, проходим сюда в салон У всех, у кого есть данный автомобиль Все, наверное, знают, что такое щелканье ужасное Когда мы переключаем на стекло Или переключаем отопитель в ноги То есть в салоне там в ногах ужасно все щелкает Все происходит, если и происходит, то происходит очень медленно То есть может переключиться, может не переключиться Так вот, причиной является вот такой актуатор Который именно регулирует сразу заслонки Все их три штуки Вот раз, два, три Вот такой актуатор у нас Сейчас мы его будем менять То есть при включении он щелкает Насколько я знаю, по своему опыту Проблемой является некачественный пластик данного автомобиля Все, наверное, у кого есть такой Соренто Меняли сами воздушный фильтр и видели, что корпус не садится И так везде То есть на этой машине То есть корпус воздушного фильтра От, там, не знаю, температуры, наверное То есть повело его Потом какой-то патрубок, какая-то крышка или что-то такое И с корпусом воздушного фильтра точно такая же история То есть его просто ведет Дело в том, что в начале всего этого ремонта Давным-давно, когда я стал разбираться и углубился Я снял торпеду Снял корпус воздушного фильтра Можно даже есть Мы заказывали оригинальные заслоночки Так как заслонка в ноге клинила Заказали полностью заслоночки Разобрали корпус Поставили новый И дело в том, что новый вообще полностью заклинили То есть ничего не двигалось И в итоге потом выявили, что корпус был искажен То есть вот именно пластик, эти температуры Вот, и по мере то есть работы В принципе сейчас мы заменим Щелкать перестанет Здесь обламывает внутри шестерни Если кто-нибудь из вас разберет Тут есть такая переходная Вот видно прям здесь стоит мотор Вот он И шестерня раз и два Ее либо стачивают, либо обламывают зуб Покажу, как это делаю я То есть многие там лезут, как-то мучаются Я покажу так, как это делается То есть как положено это делать Первое, что нам нужно, это убрать коврик отчет Убираем коврик Потом снимаем вот эту накладку Чтобы все получилось быстро Надо снять вот эту накладочку Она у нас на клипсах Для чего мы это сделали? Потому что вот здесь должен стоять болт Под фигурную отвертку Но его нет, к сожалению Но в любом случае нам его надо снимать Дальше снимаем здесь есть клипса Сейчас я покажу Клипса Она стояла, кстати, тоже не ровно, неправильно И снимаем Она тоже стоит на клипсах Не удивлюсь, что там тоже все сломано А, вот она Она уже сломана Ее кто-то вырывал Оттуда Вот Одна клипса вообще отсутствует Нижняя сломана И когда ее рвали Вот даже выломали здесь Вот ее даже уже клеили То есть вот какие-то Ребятки Потом Откидываем Вот этот уплотнитель назад На самом деле То есть Кто-то скажет, что я делаю очень много движений Но я сниму его очень быстро Вот здесь Опять раз Отвалилось Ни одной защелки нету Ни здесь Ни здесь Ни здесь Должны быть такие пластмассовые Вот она одна есть Осталась там Мы их вставим вот сюда Куда она делась? Вот он Чтобы зафиксировать Они там постоянно вот остаются В этом Нам надо отвернуть два болта Вот они, винты здесь Винты Видно, что здесь Винт ржавый Вообще Это точно не отсюда болты Кто-то что-то разбирал Тут прям Жестоко Но тут Ржавые болты В этом месте не бывает Верхний болт Блестящий Тоже неон Здесь должен быть черный Так, ложим на коврик Теперь надо отсоединить Трос капота Надо выдернуть Там есть такой пазик Сейчас я покажу Вот он На тросу И там тоже Так, вытаскиваем Ключ Зажигания Замка И отворачиваем Снизу два винта Если, конечно, они тоже есть Вот здесь она тоже должна Защелкиваться Вот здесь краев Но здесь, к сожалению Вот что-то есть Но тоже все что-то сломано Здесь стоит клипс Раз-два Вот здесь видно Что тоже отломано уже Вот Все вываливается Ничего не держится Корректор фар ESP И Включение полного привода То есть Здесь еще может быть Также Освещение То есть Теперь Снимаем Диагностический разъем Здесь по-хорошему Надо все ставить На свои места Так Вот этот провод Жгут Тоже мешается Его здесь Раз Отщелкнули Я говорю Вы можете Ничего этого не делать Но Сейчас увидите Как сделаю это я То есть Вот Все Жгут убираем Ничего не мешается Надо открутить Вот этот воздухозаборник Тоже Чтобы для удобства Надо открутить его Он крепится у нас На двух болтах Все Теперь оцениваем Разъем От самого актуатора Тут непонятно Тут кто-то уже Что-то мазал Смазывал Сам Он крепится На трех Шурупах То есть Два Здесь Удобно Тоже Они такие вот Беленькие И один Неудобный То есть У нас Есть Если климат Раздельный То есть Еще два Актуатора Горячий Холодный То есть Вот он стоит Горячий Холодный Раз И С той стороны Еще стоит Два Один На горячее Холодное И второй Стоит На Забор Воздуха То есть Из салона Или Из этого Так Вот он Смотрим туда И Вот он Вытаскиваем Вот его уже Меняли Или просто Снимали Смазывали Что-то С ним Тут делали Вот даже У него есть Вход Ну вот Видите В принципе Пару Минут И я его Снял Снова Снова Тоже Надо промазать Будем промазывать Литоличком Позы Раз Два Три Вот как он Стоит Допустим У нас Вот он Стоит Да Дело в том Что заслонки Если трогаете Руками То верните Их обратно Потому что Совпасть Потом все Три заслонки Будет сложным То есть Я вот Допустим В одном Положении Я снял И В таком же Положении Буду ставить И отверточка Прям туда Еще Позы Желательно Пройти Потому что Он Довольно Длинные Там Эти штифты Глубоко Они заходят Так Все Будем Обратно Уставлять То есть В каком положении Мы его сняли В таком положении И будем ставить Жалобы клиента То что Она То есть Он Нажимает Обдув на стекло И он Может там Открыться Или закрыться Там Может сразу А может Через 5 А может Через 10 Минут На 2 Шурупа То есть Если не уверены На 2 Шурупа Всегда Я обычно Ну Сейчас Конечно Такого уже Не бывает Но раньше Все-таки Когда я менял Первый Второй Раз Я перепроверял Ну и все В принципе Вот как Разобрать Сейчас Поставили То есть Помазали Соберем Обратно Ну все Если кто-то Что-то Допустим Захочет Заменить Я очень много Слышу Что кто-то Пытается Что-то Отремонтировать Сделать Эта вещь Не стоит того Чтобы вы Ковырялись Там Поели В ней Надо Просто Выкинуть И все И поставить Новую Ну все Всем пока Забываем Называть Нашу кошку Кошка 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 Этот Как он Енот Енот Ну Михаил сказал Енот Поэтому Давайте Как-нибудь Не знаю Кто-то сказал Крыса Еж Енот Поэтому Да Давайте Имя Кошки Вместе Какого-нибудь Придумаем Так Ну все Заканчиваем Все закончено Субтитры